Оооооо! Что я только что сделал? Как это больно! И вы этим пользуетесь? Тяжелоооооо! Genius! Вот это классная штука! Привет! За все эти годы, пока я пишу биты, я ни разу не выходил за пределы своего уютного пузыря FL Studio. Ну, как не выходил, я устанавливал Ableton, открывал его, смотрел в экран 3 минуты и закрывал навсегда. И я до сих пор считаю, что если FL удобно для работы и позволяет реализовывать свои задумки или теза заказчика, то этого достаточно. И я уверен, что большинство моих зрителей действуют так же. Но! Вдруг мы, гордые FL-чики, что-то на самом деле упускаем. Ну что ж, я решил это выяснить для нас для всех. И сегодня буду впервые писать бит в Logic Pro 11. А именно в Logic в основном потому, что у меня есть MacBook Pro 2021 года, на котором я монтирую все свои видосы. А вообще я монтирую на Mac'е с 2019 года. Тогда я купил бэушный MacBook Pro 2013 года. И даже писал на нем биты, но правда на Windows, который был установлен на MacBook. И в нем я пользовался FL Studio. Короче, давайте перейдем же в Logic Pro, пока вы окончательно во мне не разочаровались. Create new track. Station player, как я понимаю, это типа автоматический аккомпанемент или типа того. Давайте начнем с MIDI, electric piano. Поговаривают, что писать музыку в наушниках удобнее, чем без них. Вообще неоспоримое преимущество Logic, что при первом включении, да вот это уже получается второе. Проверял просто звук записывается или нет. И короче, при первом включении он мне предложил сразу подтянуть мою звуковуху. Я не знаю, где это включить, но короче он еще и MIDI клавиатуру подтянул тоже. Давайте пойдем по простому пути. Тем, сделаем 144, C мажор. Я не знаю, на что это влияет, но пусть будет D минор. Мне пишут, это же какой-то аккорд. Только зачем? Я ведь его уже нажал, а вот если я какую-то фигать... Нажал рандомные какие-то клавиши, а он мне говорит, что вот это аккорд F5-6... Окей, допустим, я просто хочу записать аккорды. И как это будет? О, поехали. А где мой клик? О, тут есть пианорол. А че, я просто выделил ноты. А они вот так тут выделяются. Я могу это все... Ооо, в FL-ке это было бы идеально, потому что там что-то... Control, че-то туда-сюда, а здесь просто вот так вот сделал и все удалил. Потому что я хочу это перезаписать. Так, я просто правой кнопкой мышки пытаюсь его удалить. А как мне его удалить? Вот так вот? А, фигня, неудобно. Там в FL-ке просто... Да тут, скорее всего, можно это так же настроить. А, вот. Нам нужен, значит, не Pointer Tool, а Erase Tool. А как он включается? Наверное, кнопкой S. Что я только что сделал? Почему экран моргнул? А, вот, клик включается. Окей, а это что значит? А тут есть такая штука, как в FL-ке, чтобы он начал воспроизведение, как только я начну играть. Ну, давайте просто попробуем записать какие-нибудь душевные аккорды на первом включившемся инструменте. Потом еще посмотрим, что тут еще есть. Последний аккорд какая-то фигня. Вот его, наверное, надо... Я хочу правую кнопку мышки его, как в FL-ке, убрать. Похоже, придется... Как тут выделять? С Command-ом не выделяется. С Alt-ом это Zoom. С Control-ом. С Control-ом. Нет, с Fn. Короче, не играет. То есть нужно на самое начало ставить, чтобы он играл. Я понимаю, что тут на самом деле есть все, что есть в FL-ке, но... Как это больно. Так, Scale, Quantize мне не нужен. Ну, давайте на всякий случай выставим. Некроматический, миксеридический... Я слова такие не знаю. Natural minor, вот он. А почему ты не играешь с самого начала? Я не понимаю. Ну, вот я жму вот так, вот нажму Play. И первый аккорд не играет. Че за фигня? Этот ваш Logic, какая-то такая сложность. Так больно, так больно. Ну, вот я хочу, чтобы первый аккорд сыграл. Или он просто записан раньше времени, что ли? Quantize. Не Quantize. Выделяем. Перетаскиваем на начало. И вот теперь... Да. Наконец-то. Можно поставить до сюда. А как я хочу ноты поставить? Create note. Правая кнопка мышки, create note. Боже мой. И вы этим пользуетесь? А если я хочу задублировать ноту, то еще раз create note. Или pencil tool. Вот, наверное, вот так можно. А вот. А удалять pencil он все равно нельзя. И можно только ставить. А тут нет как-то, чтобы типа и ставить, и удалять? Попробуем brush tool. Нет. Как я это делаю? А, я понял. Brush tool он и ставит, и удаляет. Но все это делает на левую кнопку мышки. Вы сейчас скажете, и ты что, дурак, что ли? Какая мышка? Тут трекпад божественный. Нет. Ну вот для таких вещей, да, удобно. Согласен. Можно вот так зазумить. Туда-сюда. Но если... Я хочу ноту поставить. Да не сюда. Вот. Ой, как. Что? Ты что? Ты издеваешься надо мной, что ли? Я хочу на ей ее поставить. Оф, оф, оф. Как удобно, блин. Scale Fantastic, я его включил на Natural Mind. А у меня выставлен на G почему-то здесь. Хотя наверху я поставил DM. Почему он не синхронизировал? За что? Я понимаю, что скорее всего, типа такие Logic Enjoy'ы в этот момент. Типа, ты сам дурак. Это удобно. Нет. Вот Pencil'а можно перетаскивать. А если я хочу удалить его? Двойной клик удалить. Окей. Ну ладно, окей. Допустим, допустим. Это не так страшно, как мне сначала казалось. А если я хочу убавить ему Velocity? Вот оно. Note Velocity, да, все верно. Как удобно, кошмар просто. Velocity Tool. Отдельный Velocity Tool. То есть я должен сначала ее в Velocity Tool включить, выделить и только потом менять. Это шикарно, конечно. А тут есть какие-нибудь, не знаю, там Strum или типа того. Я теперь понял, почему говорят, что в FL типа самый удобный плейлист, точнее Piano Roll из всего, что есть. Потому что, ну это трэш, ребята. Это трэш, этим нельзя пользоваться. А если я хочу Scissors Tool? Да. Получилось. Я могу сделать вот так вот, выделить и сделать надрез. Окей, ну хотя бы на этом спасибо. А если я, например, выделил и сделал правую кнопку? Нет. Реально, ребята, как я вам сочувствую. О, это трэш, это трэш. Вы можете сказать, да, типа Logic Pro users сами играют, им не нужно мышкой натыкивать. Но как вы этим пользуетесь? А, вот, вот, вот оно, вот оно. У меня русский язык был включен. Это, кстати, очередная невероятно удобная функция macOS. Если включен русский язык, то не работают горячие клавиши. Вот у меня появляется на A вот эта штука, на P, наверное, плейлист или Piano Roll. Микшер на A, шикарно. Все. Enable Complete Features. Ну, конечно, Enable Complete Features. Мы же Complete User. И вон какой Complete. В экран едва влезаю. Так, стоп. Pointer Tool, Scissors Tool. Как это работает? А, я понял. С Commandом это Scissors Tool. Согласен, это прикольно. Но как мне сделать так, чтобы он их сразу удалил? Вот это. Вот я хочу, чтобы вот этой нотки не было. Что мне с ней сделать? Надо долить, жать. Неудобно. Ну, или можно сделать, например, правая кнопка мыши. Точнее, с Commandом, чтобы был Eraser Tool. Но вот так вот выделить нельзя. Нужно нажимать на каждую нотку по отдельности. Невероятно, короче. Прекрасно. Мне очень нравится. Спасибо, что хоть можно выделить и продлить все нотки. Большое спасибо и на этом. Это еще Software Instrument Track. Pintosh Melatron. Я понимаю, что, ну, типа, у каждого секвенсора есть своя логика. Но мне логика лоджика пока дается логика лоджика. Неплохо сказал, да? Логика лоджика про мне дается с трудом. Ну, давайте просто басовые нотки сыграем на нем. С Commandом мы тыкаем сюда и удаляем. Я научился, да? Я ее хочу квантануть. Типа, просто Q нажимаю? Да, просто Q. Ну, ладно, хорошо. Окей. Не так плохо. Да вообще, Logic Pro это классная программа, на самом деле. Я ее тут немного добрасываю. Но я знаю, что это классная программа, на которой было написано невероятное количество классных песен. Просто, типа, моя логика FL-щика корежится от некоторых решений. Мне нужен Software Instrument Track и Акустик Гитар. Акустик Гитар, Акустик Гитар. Главное, знать, откуда можно стырить какую-нибудь мелодию, переиначить ее по-своему, как будто бы сам написал. Звучит ужасно, по-если. Если бы я сейчас работал в FL-ке, я бы сразу задам Score Loggill, короче, и просто бы дописал эту мелодию. А сейчас я не знаю, как это сделать. В общем, можно ли это тут сделать? Наверное, нет, потому что тут как бы не загружен вообще пиано-ролл. А как мне его открыть? Create Midi-Region, наверное. Идеально. Лучше бы не сыграл никто. Мелодия говно. А как я могу это продлить автоматом? Больше что, я что-то нажал. Я хотел Ctrl-L, как в FL. То есть, если я хочу все это продлить, то мне нужно выделить все. Сейчас мы просто заменим инструмент на какой-нибудь более такой нереалистичный, потому что звучит слишком плохо. Mallet. Если я хочу вот так сделать, да, можно, так можно. Два дабл-клика, и все готово. На октаву выше будет явно лучше. Теперь вопрос, как это поднять на октаву? Вот я выделил все. И если я нажму вверх, что-нибудь изменится? А, я перемещаюсь по инструментам вверх. Пришлось ручками. Может быть, можно как-то все вместе поднять, но я не знаю как. Так, я понял, как это работает. Нужно вот эту ноту поднять вот сюда. И вот эту ноту поднять. Тяжело. Тяжело. В FL-ке я бы этот бит написал пять раз. Но в этом везде прикол, что нужно этот, типа... Должен страдать, и тогда вроде как... Ну, понимаешь, да? Старинная битмейкерская поговорка, сплайс всему голова. Камера снимает наверху, как я записываю пароль. Неплохо. Допустим, я хочу использовать вот этот вокал. Вокал этот перетаскиваем. Он в 144 BPM. А у нас проект в 140. То есть нам нужно его... Так, нам нужна Flex Tool? Нет, Sleep Tool, наверное. Как мне просто взять и подогнать эту штуку под мой темп? Что в этом сложного? Почему я не могу это сделать? Мне нужно просто вот эту полосочку привести к вот этой полосочке. Я тяну. Я все инструменты пробовал. Он пишет Loop Off, и я ничего не могу сделать. Flex Tool. Вот, вот, вот оно, вот оно, вот оно. Добро пошло. Мне реально нужен был Flex Tool с отключенной вот этой штукой. Я не могу... Второй вопрос. А питч мне его как подогнать? А? А? Нет, я добью этот бит. Я его добью. Как вы этим пользуетесь? Он сразу мне предлагает пресеты, типа Tune it vocal. А мне нужно, ну, питч поднять. Опустить там, не знаю. Почему у меня Final Cut есть питч-шифтер, а здесь я его не могу найти? Change pitch. Так, я его заапплайл. Вместо плюс семь сделаем плюс один. Минус сто центов. Почему плюс? Почему я решил, что нужно сделать плюс сто центов? Минус сто нужно сделать. Вот. Это уже сэмпл плохой. Это вообще другой разговор. Так что давайте просто вот так сделаем. И теперь мне нужно сделать ему плавное. Плавное из-под громкости. Вот так. Я могу сделать, например, вот так еще. Да. Удобно. Ctrl-C. И вот сюда я хочу его сделать. Ctrl-V. Копий. Ну вот он сейчас скопировался с автоматизацией. Это прикольно. Этот звук полная фигня. Надо его перезаписать, во-первых. Вот здесь, если я хочу, например. Могу, например, выбрать Ctrl-T и Ctrl-V. А, я все, 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 все. Можно просто вот так все выделить и вот так вот шатать. Это удобно. Это удобно. Я согласен. Типа у нас играет вот так. Как она здесь оказалась? Я же сюда ее поставил. Что за фигня? А вот она переезжает сюда. Как мне сделать так, чтобы она не переезжала сюда? Не записывай, что я делаю. Отстань от меня. Я хочу просто поиграть. А, я понял. Я нотку поставил. И он выделенную ноту поднимает на ту ноту. Вот, слушай, а это ведь удобно. А это удобно. Я хочу, например, чтобы она была с велосипа меньше. Вот, и готово. А если я сбрасываю выделение, и он ничего не записывает. Genius! Genius! Вот это классная штука. Я ее выделяю. И она переезжает. Да, все верно. Выделение сняли. Только надо ей еще велосипатиже сделать. Ладно, это реально удобно, если к этому привыкнуть. Выбираем нотку, нажимаем с той силой, с какой надо, на ту нотку, которую надо, и все получается. Сюда отправляется Dark, Low, Five, Piano. Нужен какой-то мотивчик, паттерн повторяющийся. Control, A, Q. Нет, получилась какая-то фигня. Одна шестнадцатая нота. Ку. Ку. Ку! Шикарно, 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 шикарно. Нет, не шикарно на самом деле, но давайте драмочку. Drumkit Trap Dur. Сейчас мы скачаем Drumkit Trap Dur. Это, короче, будет ролик, в котором я просто без конца буду орать. Как вы этим пользуетесь? Это же не богоподобная FL-ка. А еще и пароль вам везти. Ну ладно. Так, добавляем Atlanta Drumkit. Атланта. Давайте, вы знаете, как сделать? Откроем спасительный сплайс, на котором у меня есть куча ваншотов. Я могу просто вот так взять и перетащить сюда. О, есть. Почему какой-то застретченный? Я хочу добавить просто пустую драм-машину. Как мне это сделать? Мне не саунд надо, мне нужно типа хз. Мне нужна просто драм-машина. Как тут добавить вообще пустой инструмент? Ну вот как? Просто пустую драм-машину. Без эффектов, без всего. Я хочу сам добавить сюда свои звуки. Нет, я должен пользоваться звуками, которые как-то по-дебильному застретчены. Вот на нем есть ревер. Как мне его убрать? Вот так мне его убрать. Да? Спасибо и на этом. Все, я настроил какой-то свой драм-кит с помощью сплайса и божьей помощи. Теперь давайте что-нибудь запишем. Есть, вроде получилось. Все равно очень громко. А вот если бы это была FL, я бы просто взял вот так вот все это, выделил. И у них опустил бы velocity разом для всех. То есть выделил бы, колесо мышки покрутилось в том, тут нет, так нельзя. Будь добр, вот так вот просто сделай, чтобы они все стали на одном уровне. А я не хочу, чтобы они были на одном уровне. Как мне убавить громкость хэта в поддельности? Мне нужно идти в этот сраный драм-машин-дизайнер, в нем искать этот хай-хэт. И тут его громкость сделать тише. Как удобно. Я просто не могу. Я не могу. Так классно. Божественная оптимизация. Капец, сколько я. Я этот бит пишу, ну, часа полтора, наверное, потому что мне очень больно, я страдаю. И у меня половину зарядки съела. Оптимизация шикарная. В FL-ке я бы написал это за пять минут и потратил бы 3% зарядки, ну, а то и один вообще. Капец. Я понимаю, что сейчас то, что я говорю, это только потому, что я такой FL-енжоер. Попробуйте нормальные программы для битмейкинга. Те, кто пользуются лоджиком. Вам станет хорошо. Вам не придется страдать от этого всего, как мне сейчас. Откройте FL-студию и почувствуете благость. И теперь самое классное, 808-й, потому что я его сделаю и остановлюсь на этом, потому что мои страдания должны закончиться. Еще надо клипера на мастере найти. Вот, вот. Без клипера на мастере мы никуда не уйдем. А вот я могу просто вот так взять и вот сюда его перетащить. Для перетаски у чего написано? Drag audio files here to create instrument track. Вот. А, Drum Machine Designed. Дизигнер. То есть, я мог сюда его закинуть и самому вручную настроить драммашину. Ну, ладно, хорошо. Не так очевидно. То есть, я не мог добавить ее почему-то из списка плагинов. Не мог найти просто драммашину. А если я просто закинул драмшот, то тогда да. Вот, например, мы можем... Вот этот хочу сюда закинуть snare. И теперь я могу драммашин дизигнер сделать. И вот он тут будет. Удобство сомнительное, но окей. Логика тут есть хоть какая-то. Почему нельзя просто тут добавить пустой присед драммашин дизигнера? Я не знаю. Может, он тут есть. Может, я просто его не нашел. Что вполне вероятно, на самом деле. Ладно, под конец я вроде понял какую-то логику. А я могу вот сделать вот так. Можем открыть вот этот трек. Взять отсюда парт кика. Где-то тут кнопочка была такая удобная, чтобы вот. Вот он. Берем парт кика отсюда. Так. Ctrl-C. Command-C в смысле. Идем на парт 808. Ставим воспроизведение на самое начало. Жмем Ctrl-V. Звуки вставляются. Окей. Теперь выделяем вот эти звуки. Их отправляем на А. А эти звуки отправляются на А-шарп. А вот эти на С. Итого. Как их все разом продлить? Только выделить и вот так вот продлить. Ну, они тогда типа оверлапываются. Хз. Как это отключить? Конечно, можно вручную вот так вот взять звук. Вот так потянуть. Но это капец как долго. Они же там разумные люди. На этот случай, скорее всего, есть какая-то горячая клавиша. Но я ее не знаю. Бит получился просто гениальный. Так, вот наш мастер-канал. Нам нужен клип. Мастеринг ассистент нам не нужен. Мы его отключаем. Парни шаристые. Грипп, дисторшн. Стерео. Че за фильтр? Зачем нам фильтр? Ладно, я пришел к тебе. Мастеринг ассистент. Да, бит получился просто восхитительным. И какой из этого всего можно сделать вывод? Ну, Logic Pro это программа для написания музыки. В которой, если не пользоваться гайдами или мануалами, то после FL-ки 5-минутный бит можно писать полтора часа. Потому что не все интуитивно понятно. Вещи расположены в разных местах. Не знаешь никаких горячих клавиш. При том, что я постоянно монтирую Final Cut. Я думал, ну, с Logic я как-то, как-то там общий язык найду. Но нет. Тут вообще абсолютно другая логика. Но, тем не менее, давка прикольная. Если вам понравились мои страдания и хотите увидеть кринжа тест облитонно, Studio One или, прости господи, Риппера, то пишите об этом в комментариях и ставьте видосу лайк. А на этом у меня все. С вами был Стас Гарфпрод. Пока. До встречи в следующем видео, которое будет более содержательным.